здравствуйте дорогие друзья вас приветствует гроссмейстер сергей шибов я комментирую для вас события шестого тура суперфинала чемпионата россии сегодня определился чемпион за тур до конца кто мог подумать что в столь плотном турнире на короткой дистанции отрыв составит полтора очка тем не менее это случилось и в шестой раз чемпионом страны стал петр вениаминович свидлер замечательный гроссмейстер из санкт-петербурга вот я выбрал такую фотографию чтобы вы поняли что за маской интеллигента эстета скрывается жесткий боец который на самом деле стремится к победе и в общем то не склонен компромиссом просто надо вывести его в такое состояние но вот ему удалось вот сейчас настроиться на суровую борьбу возможно повлияла критика которая прозвучала после некоторых недавних выступлений например я я рекомендовал на страницах форма каспаров чес перевести петра вениаминовича в тренера сборной россии и кстати до сих пор не снимаю этого предложения по моему такой эрудит такой человек который может быть еще и превосходным секундантом что он доказал в казани может стать отличным тренером сборной россии на перспективу но пока он доказал всему остальному миру что еще неплохо умеет играть шахматы и в частности способен стать чемпионом сильнейшей стороны мира шахматной в общем петру мое уважение он он просто молодец и и не исключено что это не последний его титул а вот как было добыто это феерическая победа надо сказать что предыдущий чемпион я не помнящий фактически решил спортивную ситуацию вчера он снял с пробега конкурента с видлером морозевича сегодня проиграл самому с видлеру чем и предопределил итог турнира и так дебютные хитрости оставлю за бортом тут есть о чем поговорить но было разыграно английское начало причем партия полностью повторяла ход поединка крамник тимофеев и здесь тимофеев сыграл слон е7 позволю в черном позволю в белом провести b2 b4 ян применил ход f6 после укрепления пункта е5 черные готовы много раз забрать на b4 и это самое принципиальное е3 вот у белых есть такая идея взорвать центр ходом d4 используя то обстоятельство что черный король еще не рокировал мне кажется что я применил здесь самое напрашивающееся принципиальное предложение ферз d3 просто грубо физически заблокировал пешку d2 последовал конь е1 конечно терпеть такого ферзя невозможно вот здесь есть конечно нюансы здесь можно отходить не только на g6 но и на 6 но этот момент спорно я не буду вам его показывать это уже для теоретиков и так ферзи 6 и мне кажется что здесь петр вениаминович сыграл мягковато ход d3 он такой знаете оставляет черным слишком много возможностей мне кажется что ладья b1 было пожестче ладья b1 было пожестче с идеей провести b4 вот теперь если слон f5 ну самое логичное да и и после d3 теперь на c4 конечно ход е4 есть там белые потом вторгаются на d5 а ладья d8 все равно b4 выясняется что здесь пешка на d3 в общем-то очень невкусная для черных они даже могут съесть коня на c3 но здесь начинаются ужасы просто ладью надо защитить ходом слон d2 и следующий ход b5 например на ладья d3 b5 и здесь так начинаются такие адские для черных приключения что конечно им здесь не выжить в общем я здесь спасение для черных не нашел видите что у них король прибывает в пекле ладья h8 не играет вот но конечно после ладья b1 не обязательно играть настолько кооперативно наверное если другие продолжения после d3 мне кажется что у черных есть широкий выбор продолжений можно было получить вполне перспективную позицию вот я так понимаю что отхода слон е7 ян отказался это из-за ферзь b3 этот ход препятствует короткой ракировки не дает сыграть слон е6 из-за того что бесит пешка но здесь между прочим можно продолжить борьба теперь сыграть h5 это вполне в духе непомнящего чтобы сыграть h4 если h4 то тогда можно уже ферзь f7 перестраиваться с точки зрения безопасности короля и на кунь d5 может сыграть король f8 король ножками идет на g6 g6 король g7 мне кажется здесь особых опасностей нет вот что еще был здесь был здесь еще сразу ход ферзь f7 вот опять таки с идеей слон е7 и 2 0 ферзь f7 просто не пускаем ферзя на b3 но тогда белые играют конь c2 конь c2 и хотят сыграть то ли d4 то ли b4 в общем здесь сложные варианты вот мне не уверен в том что ян сыграл правильно он сыграл слон е6 и в общем это выглядело как потери темпа правда присмотревшись я понял что не все так просто ферзь a4 и слон d7 вынуждены защитить слона коня на c6 но вы знаете здесь все-таки противостояние слона и ферзя в пользу черных вот может быть здесь надо было петру сыграть пошире то есть вот немножко расширить фронт атаки ходом f4 то есть использовать ход конь f3 e1 к своей выгоде например ги ферзь f4 висит конь теперь если конь уходит на e6 то после ферзь c4 у черных проблемы с белыми полями а если ладья c8 то ну что здесь можно посмотреть у черным черным надо сделать два хода для счастья слон е7 и два нуля я не верю что эти два темпа белые не могут использовать например вот так слон d2 и на слон е7 b4 мне кажется у белых здесь инициатива а петр сыграл конь b5 вы знаете позиция настолько сложная что на каждом ходу возникают очень интересные альтернативы я полагаю что здесь был очень недурен ход ладья c8 но он собственно немножко развивающий понятно что конь a7 нехорошо из ладья a8 а если слон d2 тут опять таки наверное стоит включить h5 h4 и затем черные перестраиваются ферзя возвращает в игру на b4 это плановое продолжение можно сыграть a6 вынудить размен и после конца 7 ладья c7 собственно слон c8 потому и воздерживался от хода чтобы иметь возможность ударить на c5 мне кажется здесь у черных очень гармоничная компактная такая позиция вот а ян побил на b5 ферзь b5 ладья b8 защитил пешку это все логично ферзь c4 в общем это тоже опять таки логично белые перестраиваются на нужную диагональ и конечно не хотят больше чтобы конь c6 отпрыгивал каким-то образом слон d6 это грамотно b4 вот и в этот момент после размен на b4 мне кажется произошла судьбоносная ошибка которая решила исход партии и всего турнира вот ну конечно надо было забрать эту пешку хорошо ли плохо ли но ее надо было забрать конь b4 теперь в случае ладья a7 есть очень неприятный для белых ход ладья c8 там слон на c1 подвисает вот а если слон d2 то конь c6 как-то черные все защитили ну конь c2 допустим и вот здесь уже забрав пешку можно сыграть король е7 и пропустить ладью на c8 ну скажем d4 ладья hc8 мне кажется это борьба на равных во всяком случае черные схватили целую пешку и успевают как-то консолидировать свои силы после короля 7 получается b5 и бесплатная инициатива белые просто безо всяких жертв развивают мощную инициативу при этом король ученых остается на и 7 ну что ж смотрим дальше конь b4 теперь слон е6 где-то вариантах угрожает вот на 7 опять-таки нельзя брать из-за ладья c8 поэтому ферзь b3 ход грамотный слон е6 ферзь b1 белый отступает почти все они расположены на первой горизонтали но черных серьезные проблемы угрожает взятие на 7 вот ферзь е8 здесь мне кажется после хода ладья опять вообще дело было бы плохо потому что ну что делать случае b6 взять и на 7 шахом а угрожает слона 3 но петр сыграл попроще он сыграл ладья бета 7 и все-таки дал возможность черным немножко раскрутиться ферзь а5 слон d2 ферзь b6 ладья здесь я начал героическое сопротивление вот теперь если сыграть ладья hc8 ну ход напрашивается тогда d4 очень неприятно взяли и кони в 3 возникают у белых масса угроз конь идет на d4 ферзь идет наш 7 в общем эту позицию не спасти слон c5 как раз придерживает белых в центре тем не менее d4 последовало взяли взяли и коня 6 очень четкое отступление после чего черным удалось разменять ферзей что конечно для них большое достижение так как их король в центре вот слоны в 4 разумеется белые продолжают атаку то есть все не так просто потому что даже без ферзей король конечно страдает но здесь вот уже дыхание ничей уже почувствовалось мне казалось что здесь можно спастись вот после взятия на f4 ну не исключено что можно было сыграть слон d7 и варианты где-то бросить пешку на b7 но опять таки это не это не очевидный момент во всяком случае пешку конечно жалко слон c8 хотя ход конечно выглядит подозрительно владея 1 король d7 вот здесь у белых есть тонкие пути к большому перевесу но это все знаете за доской трудно осуществить видимо надо было играть не ладья е3 потому что вертикаль е белым вообще это говоря не понадобилось видимо ладья опять с угрозой ладья d5 и на конце 7 ладья c5 вот этот тихий ход было предвидеть довольно трудно и вот теперь у черных практически нет ходов на b6 конечно ладья c6 неприятно если ладья е8 то белые не меняют ладью а уводят ее на b1 и угрожают шахом на b6 в общем здесь черным тяжко обоследовал ладья е3 и здесь конечно снова вот ну я взбодрился во всяком случае как верный болельщик я на мне казалось что надо было сыграть конь c7 вот такой сделать плотненький плотненький ход и по моему здесь не не так все плохо кстати пешка b7 может вот-вот побежать вперед вот на ладья е7 не исключено что ладья g8 есть ход в общем как-то черные держались вот аян сыграл конь b4 так он же любит размашистую игру ладья b1 конь c6 и вот здесь петр понял что вертикаль е ему абсолютно не нужна и сыграл ладья c3 вот здесь давление у белых очень серьезный угрожает удар на c6 и конечно я ну я здесь допустил последнюю решающую ошибку надо было разумеется играть слон d7 вот как-то удивительно удивительным образом ян в этой партии слоном все-таки неудачно действовал вот после слон d7 не так все просто например d5 конь d4 ладья b6 кироли е7 и что собственно вот от шахов никто не умирал да ладья е3 король d8 на d6 тоже король d8 ладья на e8 выходит мне кажется он здесь мог спастись а после слона f5 видим просто зевок ладья b6 угрожает d5 теперь ну ход король c7 как сыграл ян просто ведет к потере фигуры а после короля е7 следовало d5 и ладья вторгался на c7 ну давайте я не буду показывать последующий вариант там конечно черном тяжко а последовало значит отступление на c7 и после ладья b5 выяснилось что либо на f5 теряется либо на c6 после d4 d5 ну в общем ян еще в цветнотной горячке еще немножко просопротивлялся хотя сопротивлением назвать это трудно просто у белых лишние фигуры ну что петр вениаминович гигант шахматной мысли отец нашей российской шахматной демократии ему в общем мои поздравления а мы смотрим что было дальше а дальше было вот что в партии корякин тимофеев корякин одержал важную победу и тоже подключился к борьбе за призы разыграна французская защита но ход конь c6 довольно редкий вы знаете ход неплохой если белый не готовы но вот корякин как раз оказался здесь готовым к теории f и e5 то есть белые играют на зажим f6 и слом b5 очень важный момент теперь на фе следует очень неприятный шах ферзь h5 и белые завоевывают пункт e5 который конечно приносит им существенный перевес поэтому черные вынуждены воздержаться от размера слон d7 конь и в ты все пункт e5 прихвачен теперь на фе всегда следует слон c6 и вторжение на e5 но черное здесь по теории увели ферзя и рокировали собственно теоретическая позиция достаточно важная на комор здесь играл a3 b4 но то как сыграл корякин наверно тоже достаточно принципиально он просто накидывая пешки на королевском фланге как будто это социлианка но с переменной флангов конь e7 мне кажется что ход слон b4 ранее здесь встречавшийся имеет немалый физический смысл потому что конь на e7 потом выходит конь e7 и вот здесь корякин сыграл очень смело боевой именно по социлиански b4 накинул пешку вот хотя конечно можно было играть и позиционно но это решение видимо казалось практичным конь b4 ладья b1 у белых возникает простая игра по вертикали b конь e2 c3 ферзь b3 мат конь c6 конь e2 вот я думаю что на a6 здесь было задумано c3 и в случае a b a b возникала смешная позиция когда черных зависает два коня здесь у белых инициатива страшная ферже 6 вот следующий отрезок тимофеев играл по-моему очень прилично очень здорово значит слон d2 теперь если сразу сыграть a5 тогда c3 и на конь d3 есть очень сильный ход сначала конь h4 заманивая ферзя и потом ферзь b3 возникает идея слоном отскочить на d3 поставить мат вот здесь вы знаете в вариантах все очень непросто для черных взяли взяли не зевнули мат отогнали ферзя и c4 начинается жутчайшее вскрытие линии и наверное черным здесь не выжить последовал fe очень важный размен теперь вот если белые автоматически бьют de то доход опять выигрывает в силе значительно а вот по какой причине c3 конь d3 вот сравниваем вариант да конь h4 ферзь е4 вроде бы то же самое но не то же самое здесь в отсутствие белой пешки на d4 черные возвращают коня на c5 и даже получают ну здесь просто выигранной позиции я для примера привел вход ферзь b3 потому что конь c5 ферзь бьет h4 в общем такая симметричная атака не получалась поэтому белые должны идти уже на форсированный вариант с с выигрышем качества но вы знаете этот вариант привел к неоднозначной позиции и так конечно слоном здесь брать нехорошо из-за размен на c6 конь b4 конь е5 и ферзь c2 то есть черные готовы на d7 отдать все что только можно но при этом они добиваются главного не разменивают ферзей после чего после чего происходит переход в эндшпиль вот этот эндшпиль совершенно неоднозначный но вот здесь пока ученых просто двери две пешки за качество но одну придется отдать вот здесь то что совершил тимофеев но это очень странно опять таки вот наступает горе от ума и артем играет хорошо хорошо а потом вдруг наступает такое что не в сказке сказать не пером написать на самом деле позиции совершенно не ясно надо было сыграть же 6 просто напросто не отдать пешку ничего не не зевнуть и после чего у черных возникает шикарная игра на ферзем фланге b6 c5 ну а что качество нет ну а от этого качества автоматически никаких денег на счет белым не капает да а у черных то есть вполне конкретный план у белых с планом на самом деле намного намного сложнее чем у черных мне вообще кажется что здесь ученых не хуже хотя она компьютер надо мной смеется но вот вы попробуйте эту позицию поиграть его так по-человечески мне кажется черных порядок последовал конь c2 но это просто как очередной тактический просчет ладья е2 ладья е8 но это слишком хитро чтобы быть правдой значит последовал форсированный размен всего и вся и здесь наступило прозрение если сыграть c6 тогда ладья b1 ладья врывается на b7 и на коме b4 последовал как я понимаю непредусмотренный ресурс а5 то есть возможно артем видел что здесь на ладья b1 черные сами играют опять затем короля приводит на c6 но последовало опять коли лишился опоры и все белые после этого съедают либо на b7 либо на d5 и сделать уже ничего оказалось нельзя потому что ладья вырывается на волю ну вот возникла такая позиция вполне форсирована здесь конечно у черных уже абсолютно безнадежно то что ладья на два фланга легко справляется с кратконогим конем это уже здесь даже варианты рассматривать бессмысленно ладья ладья легко справляется и пешки черных нот пара проходных конечно очень страшно на самом деле они конечно никуда не идут вот черные защитили пешки королевского фланга пешки ферзовая у них просто грубо съели но это уже из серии что еще последовало в общем достаточно легкая убедительная победа ковякина но а тимофеев закрепился на последнем месте правда у него есть конкурент конкурент то есть очередную партию проиграл галкина проиграл на самом деле в одни ворота причем партия получилось исключительно чистой с точки зрения белых то есть гречук провел партию идеально причем он видимо выиграл партию просто в дебюте вот посмотрите я даже не буду здесь не дрятся в дебютные подробности и так защита каракан и соперники исполняют тот вариант который галкин уже играл то есть явно гречу к этому готовился но вот проблему развития королевского фланга здесь просто две легкие фигуры не могут поделить одно поле и 7 мне все-таки кажется конь е7 и c5 план наиболее правильный но гречу в смысле галкин здесь играет нарочито надежно вот для этого ему приходится коня на 6 выставлять и после слона же 6 он конечно лелеял мечту конем на f5 коня на f5 переставить но конечно белые меняют портят черную структуру черным структуру ферзь d2 король g7 и в этот момент последовала новинка то есть мне не нравится в исполнении саши галкина то что он играет очень трафаретно и предсказуемо но очень вот в партии пушкарев галкин после ладья е1 он сыграл а6 вот любит этот ход ладья е1 он сыграл а6 слон f1 ферзь а5 затем где-то разменялся ну давайте так а3 ладья b8 то есть его зажали он потом разменялся на d4 на c4 стал играть против пешки d4 но точно как партии свитлера проиграны что он делает сейчас слон d3 следует очень хороший ход вполне ясным стратегическим планом конь е2 конь е4 так вот саша этот план попросту игнорирует и оказывается в тяжелой ситуации здесь надо было срочно вот узрев эту опасность надо было срочно пока пункт е6 не находится подписом надо было вырваться ходом f6 это был единственный шанс черных а вот а последовался тот же шаблонный ход а6 то есть похоже галкин абсолютно не замечает что происходит на доске и что хочет соперник конь е2 вот вы знаете возможно я покажусь вам смешным но это все вот после конь е2 партии стратегически находятся уже но не то что в зоне риска но вот черная даже не в зоне риска мне кажется что черные в общем почти обречены как только кони стоят на f4 на королевском фланге уже не дернулся на ферзовом между нами говоря тоже немного возможности здесь ход f6 уже не проходил конкретно потому что белые просто успевали нажать на пункт е6 и додавить черных просто вот так физически знаете но здесь просто получается стратегически безнадежная позиция приходится меняться на е5 и ну сами видите на эту картину последовал ход опять после а6 ход опять особенно пикантен вот ферзь е3 ну белый просто ходом ферзь е3 просто прицеливается пункту е6 окончательно лишают черных шансов на выздоровление c5 зажимают ферзовый фланг а б а б ну как оказалось скрытие этого фланга вовсе не 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 в пользу черных b4 все пешка c5 непробиваемая ну дальнейшая просто реализация вот здесь черные лишены какой-либо контр игры белые могут наседать на ферзе на королевском конечно же это главная линия нападения ну и на ферзовом тоже итак смотрим ход h4 полезный я не думаю что белый хотят сыграть h5 но это в принципе чтобы поле же 5 контролировать взяли взяли ладья 8 ферзь c1 ну не знаю может быть здесь надо было сыграть ладья 7 как-то за линию побороться хотя в общем она не имеет большого значения здесь саша все-таки попробовал как-то пешкой всеми струнуть с места ладья 3 ну и с идеей ферзь е1 то есть ясно что ладьи приходится разменять если здесь сыграть f6 он сыграл f5 после чего белый неожиданно не взяли на проходе после f6 белый все-таки взяли бы я думаю сыграли бы взяли-взяли ферзь е3 и вот начали бы работать с пунктом е5 ферзь е8 g3 затем конь идет на е5 король g2 f3 ну я не знаю какие-то усиления здесь маневры коней коня штык у них 2 конь g4 ну что угодно на самом деле у черных явно слабо пешка е6 пешка c6 ну и король конечно плохо но может быть это было самое упорное уж после f5 вообще черные задохнулись не не издав ни звука вот просто не звука пункт е6 слабый ну что разменяли ладьи потом значит гречук сделал очень грамотную перестройку слона отправил на h5 коня на f4 сохранил вот это важнейшая фигура и после короля f8 сыграл слон h5 обнажая слабость пешки е6 ну собственно через некоторое время все равно пришлось менять этих слонов потому что здесь возникла страшная угроза конь b4 и ферзь a4 с со съедением пешки c6 ну последовал размен после чего черные в принципе уже здесь успевают случае коми b4 король идет на d7 но белые не торопясь качают эту позицию вот используя несколько слабостей черных надеюсь на не надо торопиться здесь надо знаете вот так вот ходить туда-сюда и искать свой шанс ферзь a6 отличное отличное вторжение ферзь не успел вернуться на b7 и как он пошел на b4 черные каким-то чудом успели защитить пешку c6 вот но здесь после ферзь a8 возник совершенно замечательный цукцванг черных просто нет ходов но ход h5 во-первых сам по себе плохо потому что пешка встает набитая ну на опасное поле конь может вернуться на f4 а в принципе белые могут еще сделать пару выжидательных ходов и все-таки дождаться хода черных ну ходов то у них нет на ферзь c8 последует размен после слон е7 происходит решающее вторжение ферзь a7 вот здесь нет слона d8 который мог бы защититься на c7 черные вынуждены отступать теперь размен ферзей невозможен за потери а в партии произошло так что конь идет на b8 пешка c6 падает в общем абсолютно чистая заслуженная победа грищука он молодец а мы смотрим как обычно на десерт партию морозевича вот он в ферзевом гамбите применил ход a6 это его любимая схема вот ну идея в том что например на конь c3 вот казалось бы принципиальный ход пешка на 6 оказывается очень к месту черные просто берут пешку и вообще не собираются и отдавать но на самом деле деле здесь получается достаточно выгодной редакции принятого ферзевого гамбита и так последовало cd cd взяли конь c3 c6 то есть черные вставляют принятый карцбатскую систему карцбатскую структуру и при этом собираются слона выставить на f5 вот например на e3 слоны в 5 ну так было ранян подмарев но там конечно ли он играл очень творческий слоны в 4 слон d6 значит черный просто собираются менять всех коней вот сразу слоны в 5 там после ферзь b3 есть некоторые проблемы но конь е7 нормальный здравый ход именно на е7 а не на f6 потому что конь f6 слон d3 там у белых все-таки небольшой перевесик слон d3 конь f5 и вот здесь вы знаете у черных полный порядок если белые сделают пару шаблонных ходов вот два нуля вот еще как-нибудь такие из общих соображений но на самом деле белым надо использовать все-таки недоразвитность черных и то что слабо пешка b7 раньше здесь играли ферзь b3 и после ферзь е7 ну конь d7 я тут напрасно наградил наградил восклицательным знаком ферзь е7 на самом деле и теперь после коня 4 конь d6 можно сыграть а можно сыграть а5 и на конь b6 есть ход ладья а6 вот здесь мне кажется ничего особенного у белых нет а кормник сыграл тонко он сыграл ферзь c2 чтобы черный конь c5 не попал на d6 это идеальное поле для черного коня в этой структуре вот и саша морозевич здесь сыграл конь е7 то есть фактически подтвердил замысел соперника не знаю мне кажется что ферзь е6 здесь вот принципиальный чтобы все-таки вернуть коня на d6 но конечно подставляться под возможную атаку по вертикали е опасно но я не нашел как здесь белый реализует эту эту инициативу мне кажется ход заслуживает внимания последовал конь е7 и вот после ферзь b3 уже не все так просто вот я во время партии посмотрел увидел ход ладья а7 и уже приготовился ругать мразевича который страшно любит ладью на а7 однажды с ладьей на а7 он выиграл славянки партию ананда но здесь этот ход абсолютно оправдан потому что ну что делать играть б5 не хочется в принципе ослабление пункта если ферзь ферзь d7 конечно конь е5 а если ферзь с то после ладья c1 вообще неприятно как отражать угрозу вот поэтому приходится играть ладья а7 но казалось это не смертельно белые тут играют энергично по центру вот не исключено кстати что менять играть е5 не обязательно может быть можно было поддержать напряжение 2 0 ладья е1 ну ладно е5 ферзь d8 ферзь c2 f6 вот я не уверен вообще в этом подрыве хотя практика показала что ход то не дурет может быть черным надо было играть именно при этой структуре конь g6 конь d7 переставить коней ну ладно f6 2 0 вот я так думаю что отхода конь d7 здесь маразевич отказался из-за хода е6 пешка в общем-то выглядит немножко зазнайкой да но вы знаете вот так вот такой ли большой лирический вариант белые вцепляются в эту пешку и на обоих флангах как-то атакуют и вы знаете избавиться от не очень сложно у белых масса усилений конь h4 b4 ну в общем трудно сказать я думаю что вот размен который произошел на е5 но с другой стороны белые захватили здесь вертикаль пожалуй я склонен считать не точным следующих вот черных мне кажется надо было сыграть конь d7 он оставлял меньше возможности для соперника и так если белый играет по аналогии с партией ладей е1 и бьют на е5 ладьей тогда черный конь идет не на f5 а на g6 на g6 и лишают белых фарпоста вот а если f4 тогда конь f5 ферзь d3 ладья a8 но эта позиция могла бы быть в партии если бы крамник сыграл бы иначе а вот после конь f5 ферзь d3 конь d7 он сыграл не в 4 он сыграл ладья a1 кстати нежелание крамника трогать пешку с f2 но это его позиционный стиль он очень вкратчивый позиционный шахматист но не исключено что в какой-то момент можно было сыграть резче просто накидывать пешкой f4 не знаю может быть даже g4 f5 то здесь белый могли себе позволить но владимир играл техничнее владимир играл намного мягче и осмотрительность пешкой f2 белый ничем не рискует он же 7 ну вот не факт что здесь конь на g7 нужен вообще-то говоря по структуре ему конечно на d6 надо находиться например можно сначала был сыграть ферзь h4 напасть на пешку да конь е6 и конь d6 ну правда все равно здесь перевес конечно у белых все-таки они обладают очень важной вертикалью конь g7 конь g7 g3 то есть белый так мягко атакует вот не исключено что в данной ситуации белым стоило сыграть ферзь е2 избегая размена ладей потому что ну когда много ладей конечно черным неприятно и на b7 все время слабость висит ну ладно это тонкости знаете нюансы вот ну правда из этих нюансов крамника не выиграл партию и так черным удалось разменять одну ладью я правда не знаю здесь то почему не было сыгранной f4 не знаю может размен на e5 там нет хода до е из-за того что конь висит но во всяком случае было как-то обидно менять белым такую гордую ладью тем не менее размен произошел и вот здесь по-моему немножко уже позиция подсохла что называется и уже нет такого веселья за белых мне кажется здесь черные уже более-менее более-менее стоят пристойно хотя конечно у них похуже все-таки у белых некоторое давление h4 ну видите что пешка остается на f2 и правда через пару ходов крамник показал зачем она осталась на f2 чтобы поле в 4 осталось для коня и здесь действительно возникла уже опасная ситуация но маразевич узнать очень четко защищался здесь я не нашел никаких таких серьезных проблем в его обороне на конь e5 например черный играет ладья f6 но если ладья и 8 то сразу конечно ладья ф8 играть нельзя из-за слабости пешки g6 но черные играют h5 но что делать ферзю вообще-то пешку d4 надо держать на ферзь д1 уже ладья f8 размен происходит в общем черный держится а последовал h5 ход разрывает оборону черных но при этом вот возникает проблема с пешкой d4 и крамник решил ее пожертвовать пожертвовал и значит вот волшебная комбинация конь плюс ферзь принялись терроризировать черных но вы знаете вот дальнейшем ничего найти не удалось то есть борозеев защищался четко и даже знаете вот он пешки так накидывал в какой-то момент создалось такое впечатление что черные могут поиграть на выигрыш на самом деле белый за счет активности за счет слабости черного короля все таки везде как минимум ничью держали значит крамник и даже подключил пешку к бою черные тоже не остались долгу ну разумеется после случая размена на d5 хотя какой собственно размен на ферзь d5 ферзь f4 а на конь d5 ферзь бьет ферзь f3 шах так что простите нет никакого размена после король g3 последовал очень точный ход h5 который выявил некоторые недостатки то что король и ферзь стоял стоят под вилкой пешка g недвижимо а на коне h5 последовало очередные размены белый король пошел вперед здесь варианта только два что вечный шах получит либо белый король ну там черные могут по шаховать его либо черный но в итоге получилось так что черный король получил вечный шах здесь можно было кони в 3 и так далее по шаховать но саша связал коня и белым собственно не осталось ничего кроме как ставить вечный шах потому что иначе можно вообще в пешком окончании проиграть ну что ж получается так что морозевич отпал от борьбы за первое место но на остальные призы он еще претендует ну что ж с вами был гроссмейстер сергей шипов ждем продолжения событий